В Люберцах отметили Всероссийский день физкультурника. В этом году городской округ стал центральной областной площадкой. На большом спортивном празднике работали мои коллеги. В день физкультурника территория перед зданием администрации стала огромной спортивной площадкой. Одновременно здесь проходит 7 различных турниров. В них принимает участие около 2000 спортсменов со всей Московской области. Самым масштабным спортивным событием этого дня стал турнир по стритболу. 250 команд из 45 округов боролись за главный трофей состязаний – кубок заслуженного тренера СССР Давида Берлина. Соревнования проходили в трех возрастных категориях среди участников и семейной команды. Андрей Махлайчук приехал из Лыткарина с сыном, дочерью и зятем. К турниру дружная семья подготовилась основательно. У нас на даче находится кольцо, в котором постоянно играем. Повышаем свое мастерство. Обратно занимается профессионально Максим. Он играет за мужской сборной города Лыткарина. А мы его бесконечные помощники в этом непростом деле. Киберфутбол, лазертак, шахматы, настольный теннис, дартс, страйкбол и интерактивный тир. На каждом сантиметре центральной площади атмосфера спорта. С днём физкультурника! Гостей праздника и участников спортивных баталий поприветствовали почетные гости. На главной сцене отметили лучших тренеров округа. Впереди паралимпийские игры, которые откроются в Токио 24 августа. И каждый, кто занимается спортом, надеюсь, будет болеть за нашу команду, за наших 28 спортсменов из Московской области. Я поздравляю всех наших спортсменов, тренеров, всех тех людей, которые ведут активный образ жизни. Сегодня Люберцы – столица спорта в Московской области. У нас из 330 тысяч жителей порядка 130 не менее занимаются спортом, занимаются физкультурой. Потому что физкультура, спорт – это здоровье, это долголетие, это просто хорошее настроение. Для участников и гостей выступили лидеры Федерации силового экстрима. Силачи скручивали железную арматуру и ломали деревянные палки о спины друг друга. Где ваши аплодисменты? Баскетболисты! Праздник спорта прошел и на стадионе «Торпеда». Там состоялся региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола. В турнире приняли участие спортсмены 13 и 14 лет из разных городов Подмосковья. Турнир, в принципе, классный, все организовано. Давно такого не было. Игра сейчас напряженная идет. И видно, что у нас больше преимущества на победу, чем у «Динамо». В результате третье место заняла команда из Раменского, второй – из Власихи. Победителями стали ребята из Подольска. «Золотые виды регионального этапа Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6 на 6. Ура!» А рядом со стадионом на специальной трассе прошел мастер-класс по мотокроссу. У участники заезда – дети. Самому младшему – 3,5 года, старшему – 14, а 8-летняя Ева Черных – единственная девочка в команде. «Папа подарил на день рождения мотоцикл, я попросила. Ну, интересно это просто. Круто и классно, а в то же время». А старшее поколение продемонстрировало свои силы в Новусе. Это киевая настольная игра, напоминающая бильярд и шашки. Особенность в том, что в одной команде играют спортсмены с разными физическими данными. «Мы используем новую формулу, новый подход к командным соревнованиям. Мы впервые используем эту формулу, и нам кажется, что это будет интересно. Мы всех членов нашего сообщества поздравляем с Днём физкультурника. Все молодцы». На празднике собрались как спортсмены, так и болельщики. Гости округа высоко оценили организацию Дня физкультурника. «Не зря люберцы выбраны центром Московской области празднования Дня физкультурника. Я всех поздравил, те, кто причастен к развитию массового спорта». «Приехал поболеть за сына. Все на высшем уровне, много людей, единомышленники все. Очень нравится. Музыкальное сопровождение на высшем уровне». «Все чудесно. Спасибо, замечательно». «Турнир организован на хорошем уровне. Очень много подмосковных команд». Главная цель праздника достигнута. Участники и гости получили максимум удовольствия и радости. В очередной раз доказано, что… «Люберцы территории спорта!» Луиза Игия Заряна, Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ.